сергач не ну то что советский союз был распущен незаконно совершенно очевидно вот более того я считаю что его не просто распустили незаконно но все должностные лица которые по советской конституции должны были предпринять соответствующие шаги чтобы этого не произошло по факту не исполнили свои прямые должностные обязанности и в силу этого обстоятельства должны нести конечно юридическую ответственность за эти деяния по советскому законодательству это хорошо известная статья номер 64 измена родине я вчера буквально слушал эфир программы 60 минут и там очередной оголтелый бандеровец значит визжал о том что мы украли у них крым там и все такое прочее вот мы все время как бы играем вот поддавки и вынуждены занимать такую позицию обороняющиеся отвечать на их вот эти реплики а ведь мы должны были на пород определять правила игры потому что крым украли у нас как раз они самим фактом незаконным фактом развала советского союза потому что крым входил состав союза советских социалистических республик неважно составе какой республики потому что это единое было государственное образование границы между республиками носили сугубо административный характер но по закону я напомню что 3 апреля 1990 года был принят закон о порядке выхода советской союзной республики состава ссср там четко прописывалось как она должна была выходить потому что тот же вот украинский референдум 1 декабря на который ссылался и крабчук когда он отказывался подписывать новый союзный договор на который ссылаются и все остальные политологи политики государственные мужи он был проведен опять-таки с грубейшим нарушением закона и союзного и республиканского потому что на референдум был вынесен вопрос об утверждении акта государственности государственной независимости украинской сср который был принят на верховным советом украинской сср 24 августа 1991 года но по закону референдум подтверждение этого акта мог быть проведен не ранее шести и не позднее девяти месяцев то есть лучшем случае верховный совет мог назначить референдум только на 24 февраля 1992 года понимаете либо крайний срок это 24 мая 1992 года но у нас из дискурса такого общественного этот вопрос как бы исчезает а вот он ключевой вот с этой печки надо танцевать когда мы ведем дискуссию с так называемыми оппонентами теперь то что касается нашей российской конституции я знаю как эта конституция принималась более того я на эту тему беседовал лично с вами филиппичем шумейка который будучи вице-премьером российского правительства прямо отвечал за принятие этой конституции он курировал этот вопрос том числе и на руне руководители всех субъектов федерации причем я замечу что вот эти выборы и референдум по конституции которые проходили 12 декабря 93 года это опять-таки абсолютнейшее нарушение законодательства вы только вдумайтесь что произошло 12 декабря и нас третьего года проходят выборы в государственную думу первую государственную думу хотя они хотели ее назвать 5 то есть как бы от российской империи вести но потом у них хватило ума этого не дел и выборы совет федерации то есть верхнюю палату потому что я напомню что первый состав этой федерации он избирался на два года на переходный период и одновременно с этими выборами проходит референдум по конституции именно в этой конституции государственная дума и совет федерации определяется как две палаты российского парламента представим себе на минуточку выборы состоялись депутаты избраны а конституция не принята у меня сразу возникает законный вопрос а куда избрали депутатов органа ты нету хорошо это конституцию приняли вот нам сейчас говорят о том что надо изменить там 13 статью 15 статью особенно упирают именно на 15 статью поскольку там речь идет якобы о том что именно во многом благодаря этой статье мы вынуждены выстраивать всю свою систему законодательства по мировым лекалам ну во первых я считаю что это своеобразное лукавство почему потому что во первых те международные договора которые российской федерации подписывает и которая она ратифицирует то есть ее парламент ратифицирует эти договора они по тем же нормам международного права становится составляющей частью внутри российского законодательства это нормально это порядке вещей иначе зачем подписывать международные или межгосударственные договоры если ты не собираешься их исполнять лукавство в том что нам говорят что он дескать все нормы международного права которые мы якобы признаем они должны быть ну как бы сметены с нашей конституции но те договора международные которые мы подписываем и которые ратифицируют парламент ратифицируют как любой международный договор но например договор там мирный договор условно говорят понятно да то он становится автоматически составной частью внутрь российского законодательства теперь то что касается общепризнанных норм международного права а вы мне покажите документ где вот эти общепризнанные нормы международного права прописаны и где стоит подпись российской федерации я такого документа не если речь идет о тех документов которые например были приняты россии составе оон то есть она голосовала например за ту же декларацию прав и свободу человека и гражданина то понятно что россия как член организации объединенных наций голосуют за этот документ значит он автоматически становится также внутренним так сказать документом для внутреннего законодательства вот и все так что я не вижу здесь никаких то особых вот причин и последнее по поводу референдума дело в том что согласно нашей конституции государственная дума может изменять конституцию и отдельные положения этой конституции которые содержатся в 3 тире восьмой главах а но для изменения 1 2 9 глав конституции требуется либо проведение референдума либо созыв конституционного совещания по тому закону о референдуме к листонному закона я замечу провести сейчас референдум практически невозможно это вам скажет любой юрист а вот изменить конституцию посредством созыва конституционного совещания это вполне под силу возможно но вот это самое любопытное почему-то наша государственная дума до сих пор не принимает конституционный федеральный закон о конституционном совещании хотя такой законопроект четырежды вносился на рассмотрение государственной думы первый законопроект принадлежал анатолий иванович лукьянову это я напомню был председатель верховного совета ссср не президиума верховного совета ссср он был известным юристом он долгие годы кстати возглавлял юридический отдел верховного совета ссср и был док в этих вопросах кстати его жена прошу прощения его дочь лукьянова елена лукьянова тоже специалист по государственному праву так что там не подкопайся этот закон бортанули был еще один законопроект девяносто восьмом году потом еще было два законопроекта всего четыре законопроекта один из которых знаете кому принадлежал володин нынешнему спикеру государственной думы принадлежал закон о конституционном совещании у меня сразу возникает законный вопрос когда значит прошел год с момента выборов 12 декабря 2000 года в мэрии юрий михайлович лужков евгений максимович примаков собирали по этому поводу банкет я просто был участником этого банкета на нем присутствовал порядка 50 там 55 человек 12 декабря 2000 года значит там был лужков там был примаков там был исаев андрей там был рязанский и так далее так далее поэтому говорить о том что володин был противниками единой россии я вас умоляю потому что на базе именно лужковского отечества и шойговского вот это единая россия возникла партия единая россия лужков кстати был одним из основателей одним из законопроектов как мы уже сказали да автором законопроекта являлся господин володя у меня сразу возникает законный вопрос единая россия уже не первый созыв имеет в государственной думы квалифицированное большинство это подчеркиваю больше двух третьих голосов она может вот это квалифицированное большинство принять любое решение даже конституцию поменять глав 3-8 и принять федеральный позиционный закон о конституционном совещании она может как два пальца извините дальше я не продолжаю народ понимает о чем идет речь у меня сразу возникает законный вопрос а что ж единая россия тогда не принимает этот федеральный конституционный закон и через институт конституционного совещания не меняет эти главы вот вы говорите о том что надо поменять главу первую дату из статьи 15 13 и так далее но президент путин на последнем пресс-конференции заявил что он не против в общем-то менять конституции за исключением первой главы где обозначена основополагающие так сказать принципы вообще конституционного строительства нашей стране вот пожалуйста ответьте меня вот на два вопроса почему вы будучи членом правящей партии партии президента и премьера выступаете против президента раз и второе почему государственная дума на протяжении уже многих и многих лет не принимая федеральный конституционный закон о конституционном совещании тогда должен был горбачев быть привлечен к уголовной ответственности за нарушение конституции конституции сср кстати как и ельцам но я хочу сказать что все тогдашние демократы плевать хотели на прямое нарушение конституции и законодательства как союзного как и республиканского при этом едя к власти под лозунгом строительства правового государства этом очередной раз кстати свидетельствует о фальши и лицемерии политиков как прошлого так и нынешнего вот и все мне кажется что подавляющее большинство политиков фальшивые лицемеры петр первый и иван грозный никогда политиками не были они были государственными нет это разные вещи государственные деятели политика это совершенно разные вещи как они не ликвидировали когда там было написано что советский союз как геополитическая реальность прекращает свое существование так это что не ликвидация союза нет это информация отличается а это информация то есть это новости программа новости вышли три значит лидера союзных республик и объявили эту новость давайте вот этим юридическим ключикотворцем не будем заниматься подождите а в каких незаконных актах была ликвидация ссср была ликвидация конституционных органов да я согласен да да но не сама ваш сенс своей рукой он уничтожил государств руководителем которого ну и что дело в том что запад плевал на все бумажки вы я вам как историк хочу сказать что политики запада особенно да и наши тоже этим грешили они любые так сказать международные договора любые акты разрывали мгновение ока если это отвечало их теперешним интересам вот и все так что не надо уповать на разного рода подписанной бумажки права силы она всегда в политике главенствовала начиная с незапамятных времен извините я вот как историк вам хочу сказать например той же киевской руси существовало так называемые лествичное право занятия престола или от брата к брату это так называемый родовой принцип не от отца к сыну как был например московской руси вот но зачастую вот этот принцип лестничного наследования престола он нарушался по праву сильного кто был сильнее тот и садился на этот престол возьмите того же владимира мономаха он вопреки этому лестничному принципу занял престол киви поскольку так захотел и сам мономах это боярская верхушка которая верховодил на киевским вечер и таких примеров сколько угодно то же самое происходит и сейчас когда шла например внутри партийная борьба между маленковым и хрущевым они там что выясняли отношения на уровне каких-то правовых норм да нет по факту происходило то что на свершалось я вот сегодня сейчас только что вернулся с радио россии у меня там был очередной эфир посвященной хрущевской эпохи когда принималось решение по передаче крыму крыма прошу прощения и состава рссср состав украинской сцср то впервые официально этот вопрос я подчеркиваю официально был поставлен на заседание президиума цк 25 января 1954 года значит вел это заседание маленков как председатель совета министров и как человек который по подписанному положению должен был вести эти заседания подписал эти бумаги протокол об этом заседании хрущев он по праву сильного подписал эти бумаги а потом весь процесс передачи незаконная замечу передачи крыма украине возглавил и повел сам вот и все то есть у меня не было никаких юридических правовых норм это делать но тем не менее опираясь на партийный аппарат том числе и на украинскую парт организации а он буквально за неделю до этого заседания из крыма кстати ездил киев общался там и стереченко алексей ларион чем тогдашним первым секретарем каком партии украины из другими представителями высшего руководства украинской сц и когда он получил их полнейшую поддержку он потом начал это решение проталкивать уже на уровне президиума цк вот и все сергач тв послушайте речь идет о том что и они что-то там хотят и они что-то хотят венецианская комиссия хочет окончательно ликвидировать россию да ну и мало ли кто чего хочет понимаете для этого есть полномочия какие у нее полномочия нету иницианских олигархов включая грудин да я вас умоляю у грудин она есть какие-то властные полномочия разумеется он это же властные полномочия как историю но и он что имеет каких-то своих представителей в государственной думе что ли да разуме нет каких секундочку он имеет но а он зюганова я думал наоборот ну понятно как и других олигарх но главное даже не это а что это класс правящей россии есть олигархи олигархи абрамовича дерибаска грудин и на компании а я прошу прощения а кто тогда выражает интересы вот этого правящего слоя этих олигархов будучи главой государства нет секундочку у нас власть принадлежит согласно то есть вы сами сейчас расписали том что партия единая россия это есть выразитель интересов олигархов просто даже наверно все таки тут надо власть то у кого сейчас принадлежит власть государственных штатов америки а теперь соединенные штаты америки оккупация прошу прощения теперь а вы что тогда представители оккупационного режима опять вы да не новый депутат не я же я депутат открыто об этом говорю то есть вы представитель оккупационного режима оккупационного режима представить габриэл дебелла это уполномоченный в россии подождите подождите новый депутат государственной думы поэтому конституции государственная дума это представительные законодательные органы то есть все законодательные акты которые принимаются или отклоняются государственной думы они принимаются отклоняются представителями оккупационной я например не имею таких полномочий а вы обладаете этими полномочиями. Здравствуйте, я ее знаю наизусть. А что такое международные стандарты? Где они прописаны? Вот в Вашингтону. Подождите. Они тут указывают, что существуют какие-то международные стандарты, которые мы якобы подписали. Покажите мне этот документ. Обманули. Не подписали. Мы их подписали. А какой стандарт тогда в международном праве существует? Выхода на пенсию. А какие общепризнанные принципы и нормы? Покажите мне. А Пленум Верховного Суда это международная структура? Это Пленум Верховного Суда? Пленум Верховного Суда толкует Конституцию для судей. А, для судей? Ну, для кого? Так послушайте. Вы не наводите тень на плите. Если Пленум Верховного Суда вот этим делом занимается, тогда вы, как депутат Государственной Думы, праве подать иск, например, в тот же Конституционный суд и попросить Конституционный суд соответствующим образом откомментировать данное решение Пленума. Так это решение абсолютно правильное. А в какой статье оно абсолютно правильное? Да потому что этим руководствуется вся российская власть с 91-го года. Я же вам про это и говорю. Слушайте, да мало ли с чем руководствует вся российская власть. Не, не, ну мы же о юридических вопросах говорим. Ну, это правда, да? В чем правда? У нас Конституции написано, что у нас социальное государство. А теперь можно продолжить. Что, разве наше государство руководствуется этой статьей? А это решают они. Социальные. Кто они-то? Они иностранные специализированные учреждения. А это как это в фильме у Рязанова, это о, мол, бедном гусаре, замолите слово. Говорит, кто, говорит, они-то? Так это заговорщики. Понимаешь? Не-не-не, это в Конституции это написано, что параметры прав... Слушайте, я вам говорю, как устроена система. Если вы хотите ее поменять, вам надо вникнуть. А не откидывать со словами, давайте поменяем Сидорова на Иванова, у нас будет счастье. Существует, например, декларация прав и свобод человека и гражданина, которая была принята в Генеральной Ассамблее ООН. Советский Союз принимал участие в этом заседании и подписал эту декларацию. И в этом он, естественно... Да, большая глупость. Нет, это небольшая никакая глупость. Почему? Там действительно прописано, более того, Вышинский, как представитель СССР в ООН, принимал самое активное участие в написании этой декларации. И мы не просто поставили подпись под этой декларацией, мы и ратифицировали этот документ. Так, это аргумент в какую? Это аргумент, что мы данную норму международного права признали действующей, и она является составной частью нашего внутреннего законодательства. Когда? В Советском Союзе? Да. Неправда. В Советской Конституции... А при чем тут Конституция? Слушайте, в Советском Союзе я еще в школе... И в университете. Так соберите конституционное совещание и поменяйте Конституцию. В чем проблема-то? Вы имеете полное право, сейчас имея квалифицированное большинство в Госдуме, проголосовать за закон, федеральный закон о конституционном совещании, собрать это конституционное совещание и поменять Конституцию. В чем проблема? Без Путина не хотят. Совещание примет решение о ликвидации поста президента и ликвидации Российской Федерации. Так вы тогда, извините, соберите в это конституционное совещание тех людей, которые этого не захотят. Евгений Алексеевич говорит, без сигнала Путина не могем. Да не без сигнала народа. Теперь смотрите. А народы, это сюда абстрактные. Это должны 146 миллионов. Кто сколько говорил. Итак, да, весь народ, принявший на референдум. А как он сигнал должен подать? Как? Через социологию, например. Через социологию. Через социологию, вы же говорите. Социология – это продажная депка империализма. Какой сигнал-то они должны вам подать? Как? Это что? Клаксон нажать или свет выключить? Как формируется общественное мнение? Я не знаю. Я все-таки возвращаюсь. Как вопрос поставишь, так и будет сформировано общественное мнение. Ну а мы что, не часть мирового сообщества? То есть вы осознаете себя частью мирового сообщества? Нет, ну по факту. Даже я осознаю. Нет, но по факту все народы России являются частью мирового сообщества. Аргумент Евгения Юрьевича был абсолютно правильным. У нас, например, 2,5 миллиона русских живут в Германии. Там написано это. И красивой жизнью являет, да. Это вы так трактуете данное положение. Это не я трактую. Это трактует российский народ. Если бы там было написано, что российский, многонациональный российский народ признает Макдональдс, жвачку, джинсы и так далее, тогда бы я с вами согласился. Ну я согласен. А там этого не написано. Не надо выдумывать и собственные трактовки выдавать за юридический документ. Слушайте, я вам говорю как политик, как надо поменять систему. Как? Единственный способ – конституционная реформа. А конституционное совещание – это не единственный способ? Давайте обсудим. Ну давайте. Конституционное совещание или референдум, что лучше? Лучше конституционное совещание. Лучше референдум, мне кажется. Лучше референдум. Дело в том, что, послушайте, я вам сейчас объясню, когда Когда речь идет о референдуме, то, во-первых, по нашему закону, федеральному конституционному закону, которое приняло их Дума, их большинство, провести референдум фактически нереально. Это первое. Второе. Когда речь идет о референдуме, вы прекрасно знаете, что любая власть этот референдум может похерить. Пример Советского Союза вам ярчайшее тому подтверждение. Потому что 17 марта 1991 года был проведен референдум. Большинство участников этого референдума, почти 77 процентов, суммарно проголосовали за сохранение Союза СССР. Так я договорю. За равноправные, суверенные республики проголосовали. Да, давайте, да. Вот вопрос. Ну, давайте. Считаете ли вы, что необходимо сохранение Союза Советских Социалистических Республик? Все. А дальше? Как обновленная федерация равноправных, суверенных республик. То есть, за равноправные, суверенные республики. Послушайте, дело в том, что человек не знает Советской Конституции. Значит, во всех Советских Конституциях, я имею в виду союзных, 24, 36 и 77 годов, все союзные республики определялись как суверенные, равноправные государства. СССР же был федерацией. Вот и все. Зачем вы говорите? А унитарным государством. Там было написано, что это украинская ССР, белорусская ССР. Это суверенные, равноправные государства. Я в данном случае... Более того, Белоруссия и Украина наряду с самим Советским Союзом была членом ООН. Я в данном случае толкую так же, как толковала Верховный Совет и Съезд Народных Депутатов. Как толковал? Горбачев, которые так и написали, что это референдум о суверенных республиках. Да ерунду вы не говорите. Прочитайте постановление Лукьянова, которое вы упоминали. Да ерунду вы не говорите. Дайте мне еще раз. Прочитайте. Значит, возьмите любую Советскую Конституцию, последнюю. Там будет написано, что субъекты Советской Федерации, то есть Союзной Республики, являются полноценными, суверенными государствами. Ну, что ерунду-то городить? Да? Ну, после этого референдума Верховный Совет... Так нет, подождите. Большинство народа проголосовало за сохранение Союза СССР. Вы в Советском Институте читали? Там было сказано, что СССР суверенен и республики суверенны. Слушайте, вы не смешите меня. После этого голосования... Скажите, пожалуйста. Вы уже смеетесь 28 лет. Подождите. Мы уже закатываемся в полную... Подождите. А вы все смеете. Потому что вы страну просмеяли. Я просмеял, да? А кто? Да. Но я депутатом Госдумы не был. Ну, вот видите, подайте на меня иск и судите меня, как предателя Родины. Я вам так честно говорю. Вы просто предали Отечество. Да, я предатель. Ну, так подайте против меня иск. Зачем? Вы Платошкина обвинили в том, что он агент Госдепа и ЦРУ. А как вы сказали? Теперь вы меня обвиняете в предательстве. Слушайте, а если я подам на вас иск в том, что вы... Нет, он Платошкин у нас был врагом Отечества. Врагом Отечества. А кто вам дает право вот так вот развешивать ярлыки? Потому что я сделал... Я еще раз хочу сказать, прошу прощения, я не господину Федору, потому что он не понимает, о чем идет речь. Вот этот референдум, его итоги были похерены руководством и Союза СССР, и Союзных республик. Понимаете? СНГ, как просили... А здесь что, речь шла об СНГ? Смотрите, внимательно прочитайте. Равноправных суверенных республик. Так, ученик Федоров, к доске прочитайте. Равноправные суверенные республики. Ну и все. Вот им СНГ. Сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Давайте так. Вот и все. СССР и республик? Да, может быть. Не может. Может быть. Потому что есть республиканский суверенитет. Что такое суверенитет? Это уровень власти. Я прошу прощения, у нас даже по нашей Конституции есть приметы ведения и полномочий Федерального Центра и его субъектов. Например, Татарстан, как государство, обладает суверенитетом в рамках своих полномочий. В рамках предоставленных сверху полномочий. Нет, в рамках своих полномочий, которые предоставлены в их Конституции. Суверенитет – это все-таки независимость. В независимости республика-центра быть по определению не может. Это вы так трактуете. Суверенитет в одном месте. Дайте я объясню, как историк. Понятие суверенитет происходит от слова «суверен». Независимо. Нет. Дайте я договорю. Я как историк вам говорю. Я знаю нормы феодального права. Суверен, суверен – это тот, кто является твоим непосредственным господином. И в Средневековье сувереном или сувереном называли, например, по отношению к герцогу, по отношению к себе, например, короля. Граф по отношению к герцогу, понятно, да, и так далее, и так далее. Поэтому существовала система феодального права. Вассал моего вассала, не мой вассал. Суверен и вассал. Вот какая была юридическая формула в Средневековом праве. Она потом частично будет принята и в буржуазном праве. В России, например, этого принципа не существовало. Почему? Дело в том, что представители всей боярокняжеской аристократии, будь то удельные князья, будь то московские бояры, и большинство служилых людей по отечеству, они относились к государю не как вассалы к суверену, а как холопы к своему государю. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о суверенитете или суверенитете, то речь идет именно об этом. А то, как сейчас трактуют, это дальше, например, ханы Золотой Орды, ханы Золотой Орды по отношению к московским князьям были суверены или сузерены, а московских князьям отшалены, потом наоборот. Я могу продолжить? Потому что человек говорит, что не может в рамках... Да это незаконный был акт. Ну и что, это незаконный акт был. Он был? Он незаконный. Вы только что говорили о незаконности Беловежских соглашений, но не хотите признать незаконность этого документа, принятого Верховным Советом 12 июня 1990 года. Это такт был. Ну и что? И дальше это такт был, закреплен в этом референдуме. Да не был он закреплен в этом референдуме, Геренду не говорится. Ну, слушайте, мы так не поменяем ситуацию. Как вы поменяете? Собирайте конституционное совещание и поменяйте конституцию. Не могут. Так а зачем тогда вы башку и обстерку в все время бьете, если этого не будет? Еще раз сказал, я на примере вот этого референдума вам показал, что на этот референдум наплевали и растоптали. А Евгений Алексеевич о том же, собственно говоря, и говорит. Просто он трактует это несколько иначе. Нет, ну вот вам и сакральность. Понимаете, я могу привести кучу примеров, когда на референдумы плевали и растоптывали эти решения. Вы еще по свободе не жалеете. Я прошу прощения тогда. Скажите, пожалуйста, а вот вы представитель партии «Единая Россия». А сколько в процентном соотношении депутатов Государственной Думы и членов вашей партии поддерживает вашу инициативу? Вот вашу многолетнюю борьбу. Я уверен, что поддержат, как и в Крыму, депутаты Крымского парламента 100%, если для этого сложатся условия. А при чем тут депутаты Крымского парламента? Я вам говорю про Государственную Думу. Я вам говорю, как это работает. Я все-таки в этой парламенте с 93-го года. Я вам говорю, как эта механизм работает. Механизм сделан таким образом Путином, что в сегодняшней «Единой России» есть партия стабильности, которая обеспечит... Значит, Путин не дает возможности изменить сигналы его ждут. Но Путин не может принять решение, пока не сложились для этого расстановка сил общественно-политические возможности. Очень просто. Пока перевес сил на стороне олигархов и Грудинина, конечно, этот вопрос не готов. Что вы говорите? Потому что реальная власть у них. Ничего себе. А я и не знал, что главный оппонент Путина на общероссийском пространстве – это Грудинин. Нет, не Грудинин. Капитал в целом Евгений Федоров говорит. Так а тогда Путин-то находится в безвоздушном пространстве? Или он выражает интересы этого класса? Нет. У Путина два качества. Первое качество – он руководитель, не являющийся органом власти, потому что он законодательная и исполнительная власть. И он реформатор. Реформатор по восстановлению суверенитета. Именно поэтому он продвигает вопрос. Так он 20 лет у власти. И что? Так а сколько еще-то надо? Так а олигархе у власти 28 лет. Так сколько надо? Грудинину власти 28 лет. Грудинину власти? Ну, конечно. У власти экономической. Вы меня не слышите? Я прошу прощения, вы не искусите меня. У власти экономической. Так а что же вы тогда служите этим олигархам, находясь в рядах партии «Единая Россия»? Они служат народу. Вы партия. Вы партия олигархов? Партия народа. Вы партия народа? Серьезно? Да, народ прописал. А скажите, пожалуйста, где у вас в парламенте колхозники, токаря, слесаря, водители, учителя? А вы считаете, они там должны быть? Как? Ну и раз вы партия народа. Секундочку. Они должны там быть? Конечно, должны. Депутаты. Да, в Советском Союзе депутатами были учителя, колхозники, доярки, механизаторы, академики. Так где у вас-то народа? А у вас сплошные политики. Как это нужно вопрос? А кто будет писать законы? Колхозники? А я вам расскажу, как они пишут законы. Ходите, расскажите? Я спрашиваю, как вы предлагаете? А вы что, пишете законы? Вы предлагаете колхозников набрать законы? А что в Советском Союзе? Послушайте, как они пишут. В Советском Союзе писала политбюро ЦК КПС. Да, да, Брежнев с Косыгиной сидели и писали законы. Да, у них были институты ЦК, если вы не знаете. Послушайте, значит, как пишется закон? Они нам рассказывают, и Жириновки тоже это рассказывают, что в депутаты должны идти только юристы и экономисты. В каждой фракции и в каждом комитете есть специальная юридическая группа профессиональных юристов, которые по шаблону вам напишут любой законопроект. Нет, ни один депутат реально законотворчеством, я это слово подчеркиваю, не занимается. А Евгений Алексеевич этого и не говорит. Нет, как правило, как он говорит, что депутаты пишут законы. Во-первых, ни один не врите. Как правило, депутаты действительно иногда пиарятся на каком-то законопроекте, разрабатывают его сами, исключительно для того, чтобы поднять свой рейтинг, для того, чтобы его звали, так сказать, на всякого рода ток-шоу, чтобы он время от времени мелькал на телеэкранах, в радиоэфирах и так далее. Но по факту, подавляющее большинство законопроектов, как и внесение изменений в эти законопроекты, делаются именно этими юридическими рабочими лошадками, которые есть, я подчеркиваю, в каждой фракции и в каждом комитете Государственной Думы. Сергач ТВ. Я как раз считаю, что колхозник не сможет... А в Советском парламенте они нормально работали. Да очень просто, в Советском парламенте... А вы что, считаете, что вы нормально работаете, я прошу прощения? В Советском парламенте... Вы с 93-го года депутат. Вы задаете вопросы, даже не пытаетесь... Стоп, 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 а как же разделение властей? Парламент – это законодательный орган власти? Разделение властей, честно вам сказать, изначально англосаксонская игрушка для дураков. Во, пожалуйста. Значит, у вас конституция, вы ее хотите изменить... Они хотят изменить конституцию, которая для дураков. Тогда зачем ее менять? Вот поэтому и менять, что она для дураков. А, то есть, вы ее поменять, вот эти две статьи уберете, она будет не для дураков. Менять надо всю конституцию и все 4 тысячи законов России. Начинать надо с законов... А что же вы 28 лет? Не прерывайте меня, я вас никогда не прерываю. Слушайте, я вас не прерываю никогда. Мы принимали 4 тысячи законов, которые надо менять. Почему вы меняли за них? Простите, а кто в Вашингтоне сидит и руководит Россией? Можно фамилию назвать? Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, МВФ. Сейчас это какая-то болгарская женщина. А, женщина. То есть, главой России является болгарская женщина. Ванга? Гауляйтером России. А, Гауляйтером? Как она звать? Сейчас новая руководительница. Подождите, а тогда у меня... Да, значит, тогда у меня законный вопрос возникает. Вы партией президента Путина, правильно? Или партией Гауляйтера? Поэтому мы с этим и боремся. Подождите, вы партией президента Путина или партией болгарского Гауляйтера? Тогда у меня возникает следующий законный вопрос. Вы хотите не только поменять Конституцию, но и все те законодательные акты, которые принимались в партии Единая Россия. А зачем она тогда их принимала? Которые принимались в Государственной Думе. В том числе, закона Зюганова, соглашение о разделе продукции. Опять Зюганова. Ну, потому что он принимал? Ну, Зюганова один закон, а остальные 3999. Когда Зюганов был у власти, он принял около тысячи законов. Евгений Евгеньевич, помогите с другими вопросами. У власти, это когда парламентское большинство он входил. Разобраться. У него было парламентское большинство. Да если бы у него было такое большинство, то был бы импичмент президенту Ельцину, который не состоялся. Да это игра была, Зюганова. Да это не игра была. Так же, как и с вторыми выборами на второй срок Ельцина. Игра. Зюганов играет. Он под американцами играет против России. А уже в какие формы они играют? А я прошу прощения, а члены партии Единая Россия, они не играют с американцами? Члены партии Единая Россия, они, еще раз говорю, в созданной Путином, в результате чисток Единой России, как партия стабильности. То есть, расстрелы были, что ли? Чистки, это значит замена людей массовой. Так нет, подождите. Значит, партия Единая Россия, чест чистая и пушистая, белая и пушистая, она с американцами не играет подкидного. Я такого не говорю. Партия Единая Россия играет по американской конституции, как и вся власть российская. Потому что конституция отвезла народ. Слушайте, вы развивались в том, что у нас вся государственная дума из врагов народа состоит. Если вы хотите. А вы меня называете врагом народа. Секундочку. Как же врагов народа? Если народ утвердил эту схему. Какую схему народ утвердил? Ну, конституцию народ принял. Да не принял народу эту конституцию. Не надо сказки рассказать. Референдум. Есть, вот написано. Референдум был. Так вот тоже референдум был. Ну, чего? Вот, на нем приняли решение. Так на этом референдуме решили, что были суверенные республики. Получите... Да не решали, что были суверенные республики. Зачем вы голосовали за суверенные республики? Не голосовали. Голосовали за сохранение Союза. Ну, написано «Суверенная республика». Зачем за ней голосовать? На заборе тоже. Извините, это же официальное голосование. Как это на заборе? А почему Путин не может национализировать «Газпром»? Ну, а как он? Ну, так, очень просто. А как проходит национализация? А как мадам Тейчер, например, проводила национализацию? Очень просто. Если было бы желание при такой власти, можно национализировать не просто отдельное предприятие, а можно национализировать целые отрасли. А как, например, Ленин проводил национализацию? Почему Путин делает то и другое? Декрет издается и все. Вот делает он то и другое, исходя из понимания информации, которой у вас просто нет. Вот и все. А у вас оно есть? У него есть. Скажите, пожалуйста. У любого командующего информации больше. Я прошу прощения. А он тоже получает указания из Вашингтона? Кто? Путин. Нет. Как? Вы только что сказали, что страной управляет какая-то болгарская женщина? Внимательно слушайте. Ну, приспаскивает. Управляют властями. Властями. Так, а Путин это не власть, что ли? У нас законодательная исполнительная судебная власть. Так, а Путин? Он человек влияния, а не власти. Разницу, понимаете? То есть, он вообще не обладает никакой властью, что ли? А законы ваши подписывает кто? Путин? Еще раз. Законодательная исполнительная судебная власть. Что такое власть? Это субъект принятия решения. А Путин не принимает решение. Путин субъект координации. Серьезно? За исключение по Конституции. А что? Значит, когда он подписывает ваши законы, это координация. Он подписывает законы, потому что Конституции сказано, обязан подписать. Ну, работа такая. Подписывать законы. Так это не власть? Нет. Как? Так же, как у штаба. Нет, ну почему? Наложить вето-то он может. И на пенсионную реформу мог наложить. Слово вето в законах нет. Как нет? Ну, хорошо, как это процедура? У президента есть право не подписать. Так это и есть право вето. В случае противоречия Конституции. Да ничего подобного. У президента есть право отлагательного вето, не надо хвистеть. Ну, прочитайте. И преодолеть его надо. Ну, какая у вас резкая квалификация? Да, у меня несколько. Да, послушайте, дайте я как юрист скажу. Да вы прочитайте, что говорите. Существует два вето. Есть отлагательное вето, которое можно преодолеть. Болтовня началась. Ну, прочитайте в Конституции, все написано. Есть отлагательное вето, которое можно преодолеть определенным количеством голосов депутатов обеих палат парламента. Там обычно, как правило, две трети. А есть абсолютное вето. Когда не преодолевается это вето. Так у нас по Конституции президент обладает правом отлагательного вето. И если в результате создания согласительной комиссии на паритетных началах из депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации двумя третями голосов отлагательное вето преодолевается, то президент обязан подписать этот закон на проект. И он приобретает статус закона. Вы со мной не спорьте. Я закончил университет исторический и юридический факультет с отличием. Причем я закончил в советский вуз. Так что мне лапшу на уши по поводу всяких юридических казуистик вешать не надо. Вы можете вешать эту лапшу вашим сторонникам и нашим радиоуслушателям. Но только не мне. Вы просто прочитайте текст Конституции. Я знаю Конституцию на дубок. Вы мне еще экзамен будете сдавать. Я потом напишу Володину, чтобы он выгнал вас, чертовой матери, из Госдумы. Потому что вы не знаете основной закон. Я из Федоров выдающиеся способности наводить деньги на плетение и вешать лапшу на уши. Вас вообще я не прерывал никогда. Вот послушайте. То, что Путин ставит задачу для офшеризации, это факт. Так он ее поставил уже 10 лет назад. То, что она... Хорошо, что вы признаете. Значит вопрос в том, что она не получается. Почему? Потому что не позволяет расстановка сил. В том числе ваша позиция. Моя позиция. Которую вы маленький солдатик, но против. А я маленький солдатик. А вот таких маленьких солдатиков против Отечества очень много. Против Отечества. Я еще против Отечества. Давайте будем все-таки взрослыми людьми. И признаемся, что у нас в лучшем случае Конституцию, как советскую, так и нынешнюю, прочитало один, может полтора, может от силы 2% населения, которые учились либо в юридическом институте или факультете, либо историки, либо особо продвинутые субъекты. Все остальные вообще понятия не имеют ни о ветвях власти, ни о предметах ведения и полномочий федерального центра и субъекта. Я же о том и говорю. Вот понимаете, и вы теперь говорите, что вот пускай нас народ... Да ему наплевать. А что ж тогда олигархи, имея такие вооруженные силы, в 6 раз больше, чем официальная государственная армия, не скинут Путина? Вот вопрос. Ну, логически, правильно? Секундочку. Он их заставляет закрывать счета в офшорах, а они... Хороший вопрос. А помните слова Путина, что как только его избрали, к нему пришли олигархи и сказали, ты не будешь здесь президентом? Так это было когда? Это было в 2000 году. А помните, что сейчас слова Юмашева... И где сейчас, извините, Березовский, Ходорковский и прочие? Кстати, Юмашев действительно недавно рассказал, что... Слова Юмашева о том, что Путина не будет после 2024 года. Грубо говоря, конечно, он их враг. Правильно. Но при этом, конечно, он, грубо говоря, не переходит черту, которая заставляет их консолидироваться и поднять против него восстание. В этом и есть искусство. А я об этом и говорю, что Путин такой же выразитель интересов крупного капитала, как и все остальные, которые находятся во власти. Ну, хорошо, но снижаться не можем. Вы тоже выразитель интересов крупного капитала. Слушайте, я прошу прощения. Вот я бы на месте вообще нашей верховной власти Евгению Алексеевичу вручил бы какой-нибудь такой солидный орден. Потому что иметь в партии власти такого главного уговаривателя и, значит, человека... Ну, просто я вот аплодирую, стоя... Евгений Алексеевич, мы с вами начали, на самом деле, с того, что вот по двум ключевым пунктам у вас с Федоровым нет расхождения. Нет, есть у меня расхождения еще какие. Да как же? Вы за смену Конституции? За то, что союз разрушили незаконно? За... Только дело принципиально в другом. Я не за смену вот этой Конституции или проведение всякого рода референдума. Я за то, чтобы пока что еще в существующих реалиях произошла реальная смена курса. И вот когда произойдет реальная смена курса, связанная с изменением общественных отношений, это главное. А, значит, и самой формации, а, значит, и политической надстройки, действительно была принята Конституция, принципиально новая Конституция, государство рабочих и крестьян, говоря старым языком. Потому что вот это все палеотивы буржуазной Конституции. А я напомню, что Ленин всегда говорил о том, что в нашей ситуации подобного рода конституционализм, это есть шаг назад, а не шаг вперед. Потому что все политические партии, которые рядятся в разные одежды, по факту являются выразителями интересов капитала, прежде всего крупного капитала. Партия Единая Россия, это есть партия крупного капитала, так же, как и вся система власти, начиная с администрации президента и кончая правительством Российской Федерации. То есть вы призываете к революции? Нет, я призываю к конституционной реформе. Это можно сделать через конституционную реформу, референдумом. А только референдум, а другого пути, как через конституционное совещание, вы не предлагаете. А давайте попробуем. А может удастся. Не хотите попробовать? Очень просто. Попытка не пытка, как говорил товарищ Сталин. Ну, только можно потерять страну, понимаете? А ваша задача, чтобы ее не потерять, а мы вам поможем в этом. Наша задача ее восстановить. Вот у меня есть, естественно, государственные награды, но они все, как военного, который служил в горячих точках. Нет ни одной государственной награды, когда я был депутатом. Так я об этом и говорю, что это промах. А знаете почему? Почему? Потому что я выступаю за смену системы. И нахожусь я в системе только по одной причине. То есть вы засланный казачок. Что меня поддерживает президент, который также публично сказал о том, что он внедрился в банду, так напоминаю, и ведет борьбу. Поэтому это и есть форма борьбы. Подождите, подождите, значит, Госдума правительства – это банды, что ли? И Верховный суд, вот вы говорите, разделение властей. Я вам сейчас говорю слова президента. То есть он не триделся в банду? Это его слова. Он так сказал на коллегии ФСБ, по-моему, в начале 2000-х годов. О, видите, что-то там. Нет, он вот именно, я и говорю, потому что там слово «банда»-то не производится. Я помню. Он сказал, что задание руководства исполнено, операция внедрения прошла успешно. Наверное, ему стали аплодировать. Вот что говорил Пучин. Именно поэтому, например, Бастрикин охарактеризует главу 15 Конституции как правовую диверсию. То есть это очевидная вещь для всех. Напомню, Бастрикин – первый зам генпрокурора. Подождите, Бастрикин не первый зам генпрокурора, он председатель Следственного комитета. Он, по-моему, это Следственный комитет, выведенный из прокуратуры. Он формально первый зам, да. Я тоже удивлен этому. Следственный комитет, выведенный из системы прокуратуры. Это раньше действительно было так, но сейчас не так. Не, он первый зам генпрокурор. Ну, бог с ним, ладно. Сергач ТВ Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»